И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. На своем канале я неоднократно возвращался к теме армянского беспредела в таком пока еще русском городе, как Анапа. Да, дорогие друзья, в данном видео я вынужден буду в неочередной раз вернуться к данной тематике. Армянский беспредел в данном, в частности, городе Юга России, я сейчас даже не акцентирую ваше внимание на других городах, можно уже озвучить как Анапа армянский город, и иначе уже не озвучишь. Армяне диктуют свои условия российским полицейским, госчиновникам, осуществляют свои серые схемы без оглядки на российский уголовный кодекс. А также толпой нападают не только на журналистов, но даже на таксистов. В момент, когда таксист подвозит клиента-клиентку, в данном случае армянской национальности, и как потом толпой ее родственники чуть не разобрались с этим русским таксистом. Не верите? Не верите после того, как я показывал, когда парни армянской национальности избивали девушек после других многочисленных фактов? Ну что ж, тогда я ознакомлю вас с еще одним фактом. Давайте просто послушаем один видеоролик. Здесь даже не придется анализировать, а чуть позже я познакомлю вас с еще одним видеороликом, который уже включать не буду, а просто ознакомлю вас. И попрошу вас обязательно прослушать его уже в отдельности, в отрыве от данного видеоролика. Ну что ж, приступаем. Читаем внимательно. Анапа. Очень импозантная клиентка Армани крутила таксиста и вызвала всех родственников из... Слова не мои, из табора. Вы думаете, это цыгане? Нет. Армани, как вы понимаете, здесь намек идет конкретно на одну определенную этническую группу. Слова не мои, поэтому, если что, не стоит жаловаться. Это канал известного российской... Известного российской системы «Наш надзор», которая борется с преступными деяниями, в частности, на дорогах России. А теперь приступаем. Сейчас сделаю погромче, насколько можно. Подписчик из Анапы прислал занимательный сюжет про то, как он подвозил одних персонажей. Все мы помним эту девушку из Анапы, которая вызвала своих родственников. В данном ролике можно наблюдать подобную картину. Девушка, назовем ее Армани, которую подвозил подписчик, также вызвала всех своих родственников. В результате чего отец помял дверь автомобиля. В свою очередь подписчик обратился в полицию. Здесь можно начать вести или школу. Почему? В школу. Ну, отсюда. Подмосеренную? Да, да. Отсюда серенную. Просто много ничего. А как там, дороги по Серебренной ведут? Есть, есть. Надо для души. А вам как надо, что вам не нравится? А? Нам как надо, что вам не нравится? Пожалуйста. Что вам не нравится? Он заплатит за это. Какие проблемы? Вы там сходите как-то, но вы сидите в сфотографии. Мне просто надо в магазин специально. Я должна дать... Надо точку добавлять. А? Ну, точку на кого сразу добавить, и все. И сфоровки не будут никаких. То есть, неточное указание было дано шоферу. Шофер выбирает самый короткий путь. Все правильно. С хорошей дорогой, чтобы не трясло клиента и так далее. Все правильно. Я не спорю. Вы указываете конечную точку, а владелец сам выбирает дорогу. У вас же фиксированная цена? Да. Ну вот. У вас же все равно будет жена. Не будет ничего. Я вам серьезно говорю? Ничего не будет. Я вырос тут, я знаю, что тут за дороги. Я вот здесь на Новоселово живу. Здесь, наверное, магазин. Добавим. Я не могу, это вы добавляете. Добавьте, я не могу добавить. Добавьте, я не могу добавить. Здесь еще 50 минут. Добавим вам лис. Фиксированная плата. Она пофиксированной хочет люкс-условия. А, то есть она приезжая. Вот в Анапе. Я же вам объяснил. У вас у нас была точка А и точка Б. Вам моё лицо не нравится? Я могу остановиться, закончить поездку. Я вижу. Вы не имеете права остановиться. Вы оставите отзыв, напишите все. Ну, напишу. Ну, все, как-то хорошо. Поехали дальше. Вы не имеете права... Я вам не нравлюсь, если... Да потому что вы не имеете права так делать. Не имеете права. Не имеете права, что вы в пути остановителя, откуда вы меня забрали, туда и отведите обратно. Туда, в город? Да, обратно отведите, радостал. Хорошо. Подъедите, подъедите в этот магазин, подъедите, не останавливаемся. Подъедите туда. Вот сейчас остановите машину. Остановите вот эту машину, остановите машину. Короче, подъедите просто, надо. Остановите машину. Я вас подъеду. И разберемся, как мы... Надо подъедеть, говорю. Не хотите до конца. Не с вами разбираться. Потому что... Пацаны не будете разбираться. Разбираться будет с фирмой, в которой вы... Где вы работаете? Что вы с клиентами обращаетесь... Вот как с вами? Я вам снова не сказал. Вы другое слово не сказали. Ваши слова. Как мне там не так удобно ехать? Что значит, что не так удобно? Я попросила так поехать. И просто сказали, поменять перерашут и все. А я вам и сказал. Вот так и сказали. Мне так удобно ехать. Что значит, что не так удобно ехать? Вы вам удобно влететь? Влетать по ушам там. Мне так удобно. Я доказала так. Нет, я вам просто объясняю. Нет, вы маршрут не можете выбирать. Хорошо, я не могу рассказать. Вы можете добавить точку. Ну все. А зачем вы дальше конфликтуете? Нет, вы конфликтуете. Смотрите, как на пустом месте придумают конфликт, чтобы русского затовить. Вы даже добавите. Браво. А я не могу добавлять. Хорошо. А то вы что сказали? Мне так удобно. Мне неудобно было по Терешкову ехать. Он сказал. У вас же не указала одна точка. Я еду к этой точке, к карачайшу маршрута. Хорошо. Ну просто вы поменяли такси? Докажите вам вторую точку. Ну и все. Вы поедете. Мы указали бы и все. Вы просто не хотите за поездку платить. Не платите все. Вы что, извиняйтесь? Понял. Я вам вам за 200 рублей больше платить. Для меня не надо ничего. Я вам сомала, сомать, 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 сомать. Точка, да, платить. Что значит, вы хотите платить? Вы ослушайте. Я не хочу в жизни такими вещами не заниматься, чтобы не платить. Поверьте. Поверьте, вот это волшебные слова. Поверьте. Хочу, чтобы вы меня отлили сенсор. Супсек. Вот и что хочу. Это моя дорога. Вы же сказали, вам не нравится моё лицо. Я лицо не считала, ваше лицо. Выражение. Это другое. Лицо не может быть нравственным, потому что я не бог, и никто, чтобы лицо нравится. Выражение ваше я вижу в зеркало. Понимаете, как вы сказали это? Мне удобно так. Мне действительно удобно так. Подняться, а полосоветки. А почему я по вашему эдуху должна? Я переверка. Я вам докажу, что я права. Я же вам только что сказал, что водитель выбирает кратчайший не будет. Хорошо, но я попросила, что... По более удачной дороге. Правильно. Вы мне сказали, что просто конфликты сказали, когда я начала. Правда? Не так. Вы сказали, а вы так и так. Я говорю, а так, вы денежки заточите? А вы не будете добавить. Я говорю, хорошо, вы добавите. Я вам сказал, что вы здесь не добавите денег, но вы сегодня ее не пересчитали. Хорошо. Добавите, пожалуйста. Я вызываю. Кого вы ждете? Кого вы ждете? Кого вы ждете? Кто вы едете? Не надо, пускай я тебе ждет. Я уже сказал, что мне не надо. А он едет уже? Да. Папа едет? Да. Уже вызвали родственников. Да, там нет, что же будет. Не ждать? Все, закончить поездку? Нет, пока ждем. Мы почему ждем? Не надо ждать ничего? Позвони, скажи, не надо или поедете? Нет, мне не рассказали. Анри, не надо. Зачем? Я тебе сказала, не надо. Ну, у меня в другой портах, поднятие. Ну, в этой жизни там было не было. Вот сейчас я хочу позвонить в фирму. Я говорю, да. Просто. Я хочу денежки перечислить в их счет. Не вам. Сколько, вот, до конца этих суток. Вы поставьте этот безналичный расчет и все. Вот и все. Поставь безналичный расчет, Анри. И отдыха отставлю тоже. Вы воздушку поездки, да, отставьте. Человек меня не дождет до конца. Он остановил. По пути, и до конца меня не дождет. Потому что ему неудобно было. Я же вам объяснил. Вы ничего не объяснили. Вместо этого вы не имеете права так поступать. Я ничего не оскорбляю. Я оскорбляла? Да. Ты что если казала? Там лицо не нравится. Я лицо не говорила. Выражение лицо. Она именно лицо говорила. Лицо. О чем вы говорите? Выражение лица. Что значит лицо не нравится? Я просто сказала, что мне нравится. Поверьте, это я поняла. Но я такое не подумала. У меня все одно лицо. Выражение лица. Потому что человек для меня не человек. Я понимаю. Мам, мне работать дальше надо. Что делать? Мне заканчивать поездку или что? Заканчивайте поездку. Выходи. Мы ждем. Ты делай это. На ожидания. Я уже закончил поездку. Он закончится. Анри, вот этот Мама все и это, в горящем мире, потому что человек, который, я поняла, кто он сделал. Руминарцы, наверное, армяне. Армяне, да. Это ж, как назвать, салон красоты армяне. Слушай, а почему у вас армяне названо это? Ой, это шуточка. Собриться вообще не проходит. С чего взяли? Я взяла, потому что ваше лицо, ваше разговор, это ужасный разговор. Я это сразу поняла. Знаете, вы смотрите, как ваше выражение, я через зеркало это увидела. Она через зеркало это увидела. Я не сказала, ты мне сказала, я не сказала. Вы сами так сказали, девушка. Он меня оскорбляет приютно. Ты поешь под шутку. Армяне. А вот уже родня. И она не останавливает. Что случилось? Я не знаю, ничего не случилось. А почему ты не заводишь за домом? Девушка сказала, мне ей не нравится мое лицо. Я сказал, я могу остановиться. А слушайте, не лицо, а поражение лица. Поражение лица. Я девушке объяснил. Что? Неправда. Девушка сказала. Я объясню. Не дают ему объясниться. Толпа целая. Не дают объяснить. Толпа целая. Толпа целая. Как девушка начала говорить. Я не знаю, что такое имеешь право высаживать их. Я сказал, если... Какое ты имеешь право высаживать их? Вы зачем кричите такого? Какого хера ты высаживаешь их? Нет. А он спрашивает. А он спрашивает. Так даже за поездку вы не платите. А что? Даже ничего не заплатили. Да не знаю, что тебе заплатили. Скотина, блядь. Она ведь сама отказалась. Бать, аж толпой, блядь. Я в городе поймаю нахрен, блядь. Да я ничего не сделал. С чего вы на меня кричите? Я ничего вообще не сделал. Да вы же не объяснить даже не даете, что случилось. Вы кричите на меня. Беспредельщики. Вы же не правы в этом плане. Вы же не правы в этом плане. Вы же не правы, ребята. Толпа быгла. Я ничего не сделал плохого, абсолютно. Я не высаживал, я объяснил в чем дело. В чем дело? Ну вы же не слушаете. Я хотел объяснить, вы кричите. Все, дорогие и друзья, я на этом заканчиваю данное видео. Скажите мне, вот после всех фактов многочисленных, которые вы встречали на моем канале, как можно относиться к поведению армян, в частности в Анапе? Поведение армянства, прошу прощения, потому что армяне простые тоже страдают от них. Это некая субстанция, которая не имеет ни культуры, ни моральных неких ориентиров, ничего. Они только любят и умеют приезжать и нагибать местное население, русских и даже местных армян. Их продолжают почему-то массово принимать. Интересно. Может быть, потому что Анапа действительно, видимо, стал армянским городом? Может быть, пора это уже признать? Как вы думаете, россияне, пора признать? Или нет? Как-то так. Тем более, армяне же, в общем-то, потеряли Карабах, и армяне обвиняют в этом Россию. Видимо, взамен Карабаха они решили прикарманить Анапу. Так получается. Если не прав, поправьте меня. На этом все, дорогие друзья, я заканчиваю данное видео. Да, единственное, что напоследок хочу попросить вас всех послушать заявление, видимо, даже не затормозившего в своем развитии, а становившегося в своем развитии Жириновского касательно российско-турецких отношений. Послушайте, это очень интересно. Я же на этом уже точно заканчиваю. Всем до свидания. Всем пока. Всегда ваш Сеидов Кямран. До свидания.